Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит Евлогий, уважаемая Светлана Юрьевна, губернатор Владимирской области, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, я с большой радостью вступил сегодня на древнюю Владимирскую землю. Не так много епархий, которые пережили более чем 500 лет своей истории. Владимирская епархия существует 800 лет. И это огромный юбилей, исполненный большого смысла, потому что достаточно только представить, что произошло за эти 800 лет, чтобы понять, какова же сила нашей веры. Менялись и государственные границы, и враги пытались растоптать землю нашу. Разрывалась она и внутренними смутами, и междоусобной бранью страна наша. Менялся политический строй. Происходили глубинные перемены, в том числе и те, которые предполагали полный отказ от истории и от прошлого. Ну, казалось бы, что может устоять в этой страшной мясорубке столетий почти тысячи лет? Мы можем сказать, что единственное, что сохранилось, это наша вера. И когда нам иногда говорят, а какая разница, почему обязательно нужно быть православным, можно быть любым другим, Мы на это отвечаем, это дело твоей совести. Но если ты, рожденный в православной стране, от православных родителей, вдруг принимаешь такое решение, не верить или верить иначе, то ты разрываешь связь веков, ты выпадаешь из этой великой традиции, которая силой своего духа пережила самые страшные исторические катаклизмы. Вот почему, когда возникают трудности в стране, так укрепляется вера людей. Я вспоминаю послевоенный Ленинград. Всего на весь город, двухмиллионный тогда, 15 храмов. Ну какие же тысячные толпы стояли вокруг каждого храма. Вот так, как вы сегодня собрались, так собирались в послевоенном Ленинграде люди на большие праздники вокруг каждого храма. Почему? А потому что войну пережили. Потому что на своем опыте испытали силу веры и значение веры для сохранения не только своей личной жизни, для сохранения страны, народа, его культуры, его духовного стержня. Вот сегодня во время литургии читался небольшой отрывок из письма, которые послал апостол Павел к жителям города Коринфа. Это был процветающий город, портовый. Был перекресток дорог между Западом и Востоком. Там соединялись разные культуры, разные языческие культы. Чего только не было в этом просвещенном и надменном городе Коринфе. И там возникла по трудам апостола Павла первая христианская община. И вот обращаясь к этой общине, апостол произносит слова, которые мы сегодня слышали во время литургии. Он говорит о том, обращаясь к Коринфянам, чтобы они бодрствовали. Далее, чтобы на камне веры основывали свою жизнь. А далее, чтобы были тверды и мужественны. А далее, чтобы все между ними совершалось с любовью. Два предложения, которые заключают в себя великий манифест жизни. Бодрствуйте. Что значит бодрствовать? А значит не терять контроля ни над самим собой, ни над окружающей действительностью. Если во время войны не бодрствуют те, кто должны бодрствовать, враг незаметно подкрадется и разобьет полки. Если в мирное время мы не бодрствуем, если мы самоуспокоены, если мы теряем чувство внимательного внимания к окружающему, мы можем все разрушить своими руками. Мы можем провалить дело своей жизни. Мы можем действительно разрушить страну практически, ведь мы совсем близки были к тому, чтобы это сделать. Только потому, что потеряли бодрствование, критический взгляд, мудрый взгляд, исполненный смыслом. Ну а что в жизни происходит, когда мы перестаем контролировать себя, свое поведение, а свое отношение к другим людям? Да с нами может произойти все, что угодно. Глазом не успеем моркнуть, как пороки слабости начинают разрушать нашу внутреннюю суть. Человек деградирует, потому что бодрствование внутреннее исчезло. Нету контроля над самим собой. И не случайно апостол Павел говорит коринфянам, «Бодрствуйте, а затем храните веру». Почему? А потому что, если человек не бодрствует, если он не контролирует себя, если он не умеет критически оценить то, что вокруг него происходит, ему не сохранить веры. Вера превратится в обычай, в ритуал, малозначащий. Она перестанет оплодотворять мысли людей. Она перестанет быть мировоззренческой основой бытия. И тогда уж никакой веры не будет. Но и одно бодрствование без веры. Ведь вера – это точка отсчета, это система ценностей, это некая очень правильная система табу. Вот сегодня, чтобы разрушить нравственное начало жизни, устои наши, государственные, национальные, культурные, нам говорят некоторые. Нужно разрушить табу, начиная с детства. Нужно, чтобы не было никаких комплексов. Нужно раскрепостить человека, забывая о том, что в человеке ведь не только ангел, но и бесенок присутствует. И если раскрепощаем себя, свои инстинкты, снимаем ограничения, отказываемся от бодрствования, тогда и сами можем погибнуть. Вера является точкой отсчета системой ценностей, которые помогают бодрствующему человеку наладить свою внутреннюю жизнь, которая дает огромную мотивацию, к укреплению, развитию и нравственному совершенствованию жизни общественной. Без веры не может состояться человеческое общество. И сегодня, когда новые и новые вызовы бросаются тем, кто верит, мы говорим, взгляните на нашу историю. Но разве можно быть неверующим человеком в городе Владимире, где все дошло до нас только потому, что мы сохраняли бодрствование и систему ценностей. Она помогла нам сохранить и национальное самосознание, и свое патриотическое чувство, самую жизнь. А затем, да такие слова, важные слова. Будьте тверды, будьте мужественны, потому что все непросто сохранить. И бодрствование легко потерять, и веру растоптать и отказаться, если нету внутренней твердости, если нету мужества и способности сопротивляться искушениям в своей личной жизни и множеством вызовов искушений, которые обращены к жизни народа как извне, так и изнутри. Но жизнь наша была бы какая-то очень суровая, если бы только твердость и мужество. И потому апостол Павел завершает это свое коротенькое обращение к коринфянам словами «Пусть все у вас будет делаться с любовью». Делайте все с любовью. Будьте мужественны, тверды, бодрствуйте, веру храните, а друг ко другу с любовью относитесь. И многие не понимают, что такое любить людей. Но если на самых близких не хватает, на мужа, на жену, на детей, на родителей, «Как можно людей любить?» И ответ очень простой. Любовь – это та сила, в которой нужно возрастать. Как спортсмен не может одержать победы, если он физически не тренируется, не возрастает, как и в любви возрастать невозможно, если человек не тренирует себя в этой любви. И этой тренировкой является доброта. Мы должны научиться по-доброму относиться друг к другу. Не надо иметь зла в сердце. Даже если вы не согласны друг с другом, не злитесь, не сжимайте зубы, не желайте зла другому человеку. Вот это и есть начало любви. И если человек возрастает в доброте, если он не может пройти мимо несчастья другого и готов помочь, ну хотя бы чем-то, вниманием, временем, заботой, копеечкой, разделением каких-то скорбей, то вот с этого начинается любовь. И тогда твердость и мужество перестают быть жесткой и опасной силой. Они гуманизируются, они наполняются вот этим божественным светом, и жизнь становится счастливой. Обо всем этом мне просто говорит здесь, на этой площади, у стен одного из самых древних храмов нашей Руси. Потому что здесь как бы сами стены выпьют к небесам, сами стены учат, сами стены дают пример. Но вместе с тем и ответственность. И может быть, жители таких городов, как Владимир, должны быть особенно крепки в вере, тверды и мужественны. Именно, может быть, жители таких городов, как Владимир, и должны стараться все делать с любовью. Чтобы исторические, культурные центры перестали быть только историческим и культурным фактором, но чтобы они сохраняли свой духовный потенциал, сохраняли великое призвание быть центрами духовной жизни, самосознания нашего народа, крепкой нравственности и любви к Отечеству. Я от всего сердца всех вас поздравляю с замечательным юбилеем 800 лет, как существует Владимирская епархия. И в память об этом событии я бы хотел преподнести для Владимирской епархии старинный образ Христа Спасителя. Пусть Сам Господь пребывает с вами всегда во всех ваших делах и начинаниях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok